Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру Зелена Ле Месси и FIFA 22 на PS5. Огромное спасибо ребята вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. У нас завершается сегодня ребята сезон, мы уже стали чемпионами Франции, просто доигрываем остаток матчей. Также сегодня нас ждет финал Кубка Франции, ну и конечно же финал Лиги Чемпионов, куда мы пробились с трудом в прошлой серии. Также ребята вчера у нас стартовала новая карьера за игрока, это карьера за Криштиану Роналду, многие просили, многие ждали. И я решил запустить параллельно с карьерой Леона Ле Месси карьеру за Криро. Так что ребят, кто не смотрел, обязательно смотрите, поддерживайте, ну а также не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. Не залетайте конечно в телегу и на канал Трова, в телеграме у нас ребята все новости, различные гайды, анонсы выхода серий, стримов, многое другое, всем буду рад. Ну а на Трова ребята у нас стримы, те игры которых бывает нет на канале, там же у нас просмотр фильма. В общем всем буду рад, ссылочки в закрепленном комментарии. Сегодня серия стартует матчем в чемпионате, ее мы быстренько просимулируем, посмотрим как она завершится. Не надеемся на победу, но нет, здесь ничья 1-1 и какими автор единственного забитого гола за нашу команду. Еще один матч чемпионата, игра против Монтелье, пишут, что ничья не нужна никому, но ребята, нас в принципе ничья уже устроит, потому что мы чемпионы. Но в итоге победа 3-2, здесь Вейналдум, делай дубль и один гол на счету Лианеля Месси. А у нас, ребята, оказывается еще не финал Кубка Франции, а только лишь полуфинал. Я почему-то думал, что мы уже выиграли в полуфинале и сегодня будет как раз таки завершение. Ну как раз нормально, мы сыграем полуфинал, постараемся выиграть, соперник не самый серьезный, выйдем в финал и также сыграем в финале Лиги Чемпионов. Что касается второго сезона за Месси, пока, ребят, ничего сказать не могу, но как минимум мы поучаствуем в чемпионате мира со сборной Аргентины. Усарывайтесь, ребята, поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, жмите лайк, ребята, и поехали на матч. У Неймара была дисквалификация в чемпионате, он ее уже отбыл, но у нас Педри получил травму и выбыл на 4 дня. Видимо, там не такая серьезная травма, которая выбила бы его на долгий срок. Нам показывают также баннер болельщиков в поддержку Лионеля Месси. Он, кстати говоря, сейчас лучший бомбардир в Кубке Франции. В чемпионате Франции Месси на третьем месте в Лиге Чемпионов. Он, ребята, далековато, конечно, от лидеров, но по голевым передачам, как в Кубке, так в чемпионате и Лиге Чемпионов, он везде первый. Нам нужно, ребята, получить высокую оценку, отдать либо голевые, либо забить, ну и постараться, конечно же, сегодня выиграть. Соперник не самый сильный, но с такими командами чаще всего бывают проблемы, потому что наша команда может недооценить соперника, и в итоге мы можем пропустить. Видите, вот они уже идут в атаку, передача на правый фланг, заброс штрафную. Вышел, ребята, Донорума, забрал мяч в руки, и уже мы начинаем новую атаку. Дальний выстрел поворотом, снова Донорума, соперник очень неплохо действует. Хороший черпачок, Вейналдум, какой гол, ребята, вот это красотища. Посмотрите, как Месси выдал этот пас, и как Вейналдум забил, это красота, ребята. ПСЖ выходит вперед, но вот именно ради такой красоты и нужно делать такие карьеры, чтобы забивать фантастические голы. Вейналдум красавец, но и Месси с ленточки выдал изумительный пас на партнера. Вейналдум открывает счет в этом матче на 11-й минуте, и мы, ребята, повели. Хакими, снова передача на Месси, мы можем сыграть центр, здорово. Пас дальше, Вейналдум, Мбаппе, Хакими. А вот теперь уже он делает передачу на Месси, Мбаппе добить. 2-0, ребята. Вот это ПСЖ штурмует ворота соперника. И вот так вот в первые 20 минут мы оформляем уже 2 мяча. Хороший пас на Месси. Удар справа, и на нас сей раз голкипер спасает. Хороший пас на Месси, Месси видит забегание Мбаппе. Дойдет ли мяч до француза? Нет. Здесь его опережают, и у нас, ребята, полчаса позади. Месси, Мбаппе. Удар по воротам. Еще один мяч в сетке. Не было офсайда. Месси оформляет еще одну голевую, но Мбаппе оформляет дубль. Он показывает, не нужно плакать. Вы все-таки знали, на кого попали в полуфинале. Ну и здесь шикарно сыграл Месси. Мбаппе выждал микропаузу и классно поймал мяч в лед. 3-0 в первом тайме. Очень уверенная победа уже первые 45 минут. Ну а вот атака гостей. И здесь уже Донорума, ребята, в порядке. Не позволяет он хотя бы в первом тайме огорчить себя и партнеров. Ну и на вынос сыграть. Свести, свести арбитр. Перерыв, ребят, пока 3-0. Хоть мы и ведем в перевесе три мяча, ударов было не так много. Мы нанесли пять ударов. Соперник нанес два удара. И, собственно, мы из пяти ударов смогли отличиться три раза. Месси. Неплохо. И подача в штрафную. Но из партнеров никого рядом не оказалось. Месси. Удар с левой в дальний. Вот и его гол. Вот и его гол, ребята. 51-я минута. 4-0. Лео Месси сегодня не уходит без забитого мяча. Ну и красиво. Вейналдум выждал паузу. Увидел забегание Месси. А тот с левой попадает в дальнюю девятку. Месси. Кирпачок на Мбаппе. Тот заскакивает штрафную. Вейналдум. Неймар. Красотища. Еще одна изумительная атака. И вот вам, ребята, танцы лучших футболистов сегодняшней встречи. Вейналдум, Неймар, Мбаппе и Месси. Ну и посмотрите, как разыграли. Все просто, ребята, как по линеечке. Разыграно. Неймар забивает гол. Леандро Поредес уступает место на поле Педре. И он, ребят, поправился. Видимо, успел как раз восстановиться до этого матча. Ну и 5-0. 5-0 в полуфинале. Это очень уверенная победа. Пас на Неймар. Неймар перебрасывал ворота. Но не сильно и не очень точно все получилось. Но по задумке неплохо. Месси, Неймар. Еще удар поворотом. Но был офсайд. Месси. Заброс на Мбаппе. Тот бьет поворотом и спасает вратарь. Мбаппе. Нет, это, ребята, был Неймар. Они поменялись здесь местами. Но снова спасает голкипера. Месси раз за разом дает такие вот аккуратные чербачки. Мауру и Карди выходят вместо Мбаппе. Месси. Фантастика, ребята. Просто фантастика. Месси делает дубль. 6-0 и восхитительный дальний удар в дальний угол. Ну, сегодня у нас голы на любой вкус. Здесь ошиблись. Футболисты. Гостей. Месси аккуратненько послал мяч под дальнюю штангу. Это 6-0. 80-я минута и крупная победа в полуфинале. Звучит, ребята, финальный свисток. Это крупная победа. 6-0. Голы на любой вкус. И давайте смотреть, что ждет нас дальше. А в финале, ребята, мы встретимся с Реном, который обыграли с минимальным счетом 1-0 Монако. Матч против Мэтца. Его мы симулируем. Смотрим, как завершилась игра. У нас сильно просил состав по физике. Но мы все равно смогли выиграть. Здесь Мбаппе Вейналдум, автор из обидоголов. Неймарня не забил еще в пеналь. Ну, а вот и финал Лиги Чемпионов. Где мы, друзья, встречаемся с Манчестер Юнайтед. Они смогли пройти в полуфинале Барселону. По пенальти обыграли ее 5-4. Общий счет был 2-2. Но это снова встреча, ребята, Месси и Роналду. Эти парни встречаются лицом к лицу, но уже не в Барселоне и Мадридском Реале, а в Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Давайте тогда отправляться на игру. Вот они, стартовые составы. Команды полны сил. Команды готовы провести хорошую игру. И, ребята, поехали. Нам показывают, как футболисты выходят из своих автобусов. Конечно же, фокус на Криштиану Роналду и фокус на Лионеле Месси. Ну а также и Намбаппе. Все-таки он у нас сейчас лучший бомбардир Лиги Чемпионов, как-никак. Ну а Месси лучший ассистент. Сложно будет вскрыть ворота Дехеи. Он очень неплохо стоит в раме. Но у нас очень креативное нападение, которое постарается забить. Может быть, конечно, не так много, как в полуфинале Кубка Франции. Но хотя бы что-то, что поможет нам выиграть. Нам нужно достигнуть процента обвода к минимуму 50%. Не проиграть матч. И оценка не ниже 8,5. Это, друзья, Лига Чемпионов. Это PSG Manchester United. Может быть, не самые ожидаемые команды для этого финального матча. Кто-то, может, ждал Манчестер Сити. Кто-то ждал Барселону. Но, ребята, здесь встречаются Роналду и Месси. Это уже добавляет интриги. И давайте посмотрим, кто же сейчас окажется сильнее. Криштиану Роналду разводит мяч с центра поля. Поехали. Пас на Хакими. Разгоняем сейчас атаку по флангу. Пас на Мбаппе. Надо бежать. Рядом есть Неймар. Неймар получает передачу. Нет. Попытка удара от Мбаппе. Месси. И, ребята, угловой. Я не понимаю, почему Педри не бьет. Вот в матчах с такими соперниками иногда наша команда будто, знаете, как-то стопорится в эпизодах. И они не хотят бить. Месси. Рядом с ним Роналду. Месси уходит от соперника. Месси бьет в дальний. Спасает Дехея. И штрафной удар, ребята. И это шанс. Шанс для Лионеля Месси. Месси. Разбег. Удар. Дехея забирает длиннющими руками. Мяч намертво. 15 минут позади. Хороший момент. Это контратака Манчестер Юнаридит. Санчо. Делает передачу на Люка Шоу. Тот разгоняет атаку по левой бровке. Но Хакими его встретил. Пас на Месси. Но не получилось как следует передачу Мбаппе. Здесь верх выиграем. Выиграли. Здорово. Вейналдум. Удар по воротам. Вейналдум пытался пробить на силу. Но Дехея снова в порядке. Показывают нам повтор. Нашего штрафного. Но здесь если бы били в девятку, тогда бы вопросов не было. Ну а так, к сожалению, не забили. Месси. Подача. Снова Месси. Ну же. Ребята, сколько моментов мы создали. Мью пока не может выйти из своей штрафной. Но и мы пока не можем забить. Лев Месси. Прокинул мяч. Удар в дальний. Выше. Тридцать шестая минута. Снова перевод мяча на Санчо. Рядом Бруно Фернандеш. Рядом ребята. И другие партнеры. Вот здесь ошибка. Мактомина. Удар по воротам. Донарума вступает в игру. Сбивают Месси. Очень грубый подкат Мактомина. Это прямая красная в финале Лиги Чемпионов. Капитан Мью покидает поле. Разыграли на коротке. Серхио Рамас. Мбаппе. Это Неймар. Это, ребята, Неймар. Это Месси. Выбили мяч из-под ноги. Не успел Месси. Не сделал передачу. Не пробить. Тут же попытка контратаки. Криштиан Роналду набирает скорость. Рядом есть Санчо. Но, видимо, Мью будет просто докатывать первый тайм. Пока 0-0. Мью в меньшинстве мы давим. Но, ребята, счет пока не открыт. Мы неплохо, так скажем, пока диктуем условия этого матча. Но, ребята, забить пока не получается. Очень уж здорово действует Дехея. Он не позволяет нашей команде открыть счет. Забросик на Вейналдума. Вейналдум удар по воротам. И снова Дехея. Ну как это? Как, ребята, с этим справляться? Классный розыгрыш. Это, ребята, Люкшоу. Подача в штрафную. Поль Погба. Его встретили. Здесь снова Поль Погба. Теперь он подает в штрафную на Бруно Фернандеша. Здесь Роналду. Но Донарума спокойно. Мяч забрал в руки. Поль Погба. Подача. Донарума. Керрер. Здорово. У нас остаются считанные минуты до конца основного времени. Криштиану Роналду делает передачу на Бруно Фернандеша. Санчо. Удар. Донарума спасает. Но продолжается. Атака МЮ. Роналду. Бруно Фернандеш. Поль Погба. И снова Донарума. И арбитр дает еще угловой разыграть. Хотя, казалось бы, все время добавленное уже и стекло. Непростой финал. Нас ждут два дополнительных тайма. И, ребята, мы продолжаем играть в численном превосходстве. Но пока оно никак не отражается на игре. Да, может быть, моментов мы создали чуть больше. Но сейчас МЮ в атаке. Пошла подача. Фред. Месси. И снова Дехея. Ну как? Как ему забить? Он вытаскивает просто ли, ребят, из любого момента мячи? А вот наши парни уже подустали. Пошла подача в штрафную. Поль Погба. Скидка. Ну, ребят, не привозим. Не привозим моменты. Удар поворотом. Пенальти. 104-я минута. 11-метровый Криштиану Роналду подходит к мячу. Против него Донарума. Разбег Роналду. Удар поворотом. Роналду бьет выше. Боже, такое тоже бывает. Под мяч ударил. И чуть-чуть выше пролетел футбольный снаряд. 105-я минута. Нам показывают еще замены. Дракслер и Решфорд появляются на поле. Остается 15 минут второго добавленного тайма. Начинается новая атака нашей команды. Здорово. Передача на Дракслер. Дракслер сейчас один в один должен убегать. Подача на Месси. Месси. Скидка. И пенальти уже в ворота ребята Манчестера. Это 110-я минута. И кто же подходит к мячу? Мауру Икарди. Роналду уже в эти ворота не забил. Посмотрим, что сейчас покажет Мауру Икарди против Дехеи. Разбег. Удар. 1-0. Ребята, Мауру Икарди забивает гол. Дехея не угадывает угол. Ну, примерно так же получилось, как и в пенальти МЮ. Только, ребята, Икарди попал в нижний угол. 1-0. Тяжелейший финал. Мне кажется, я просто поседею от таких напряжений. Это второй гол Мауру Икарди в шести матчах. 111-я минута. Вот это, ребята, финал Лиги Чемпионов. Но это еще не конец. Играть 10 минут. Месси убирает Люка Шоу. Передача дальше. Паредас. Классный пас на Неймара. А Неймар будто его не ждал. Дракслер. Подача. Мауру Икарди. Но у него из-под ноги выбивают мяч. Последний угловой. Я на это надеюсь. Месси. Подача. Ну же. Удар будет. Нет, ребята. Будет финальный свисток. Это тяжелейшая победа в финале Лиги Чемпионов. Все решил один пенальти. Так скажем, по пенальти пробили обе команды. Но только мы смогли забить. Мауру Икарди приносит победу ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. И хотя бы где-то ПСЖ, ребята, завоевывает этот трофей. Два дела сделано. Два кубка в этом сезоне у нас есть. Но осталось побороться еще за финал в Кубке Франции. Серхио Рамос на правах капитана. Сейчас поднимет ушастый трофей над головой своих партнеров. И это, ребята, победа в Лиге Чемпионов. Лео Месси сделал огромный вклад в нашей карьере. В победу команды в Лиге Чемпионов. Но остается еще, конечно же, финал Кубка Франции. Где мы встретимся с Реном. Который на протяжении всего сезона пытались навязать нам борьбу. Нам показывают, ребята, фото сессии Мбаппе и Кубка Лиги Чемпионов. Ну, а мы отправляемся на игру финала Кубка Франции. Вот они, стартовые составы. И, ребята, поехали. И мы принимаем этот финал на своем стадионе. Показывают нам вот такую вот поддержку. Трибун. Продолжают валельщики заполнять чашу стадиона. Ну, и сейчас мы должны выложиться по максимуму, чтобы в этом матче отдать все силы и завоевать третий трофей в сезоне. Мы встречаемся с Реном, который мы обыгрывали по ходу сезона. Которые хоть и пытались навязать нам борьбу в чемпионате. Но все равно мы прошлись, ребята, каточкам по всем соперникам. И смогли завоевать первое место. Давайте начинать. Полуфинал Кубка Франции для нашей команды получился очень зрелищным. Мы забили много голов. Но вот в Лиге Чемпионов нам чего-то, ребята, не хватило. Посмотрим, что будет сейчас. Передача на Мбаппе. У него сразу из-под ноги мяч выбили. Но Мбаппе не останавливается. Начинаем сразу же, ребята. Активно идти в атаку. Марко Вератти. 1-0. Вот такое вот начало. Уже четвертая минута. Леонель Месси отдает голевую передачу на партнера. И Марко Вератти, подработав мяч, посылает его в угол. Здорово. Здорово начинается эта встреча. Сейчас этот гол очень важен, чтобы раскрыть соперника. Но и здесь ошибся. Футболист Рена. И за это его наказали. Неймар Месси. Пас на Мбаппе. Удар по воротам. С ним справляется голкипер. Тринадцатая минута. И второй хороший момент. Месси. Залетел штрафной. Удар Месси в дальний. Вратарь парирует. Красивый сейф. Ну а теперь уже Месси будет подавать угловой. Есть высокорослые футболисты. Пошла подача. Маркиньес. Вверх выиграл. Но как следует по воротам не попал. Ждем забегания Мбаппе. Отлично. Передача Мбаппе. Два ноль. Но это, ребята, наша домашняя заготовка. Месси видит забегание Мбаппе. Мбаппе открывается под черпачок. И просто пушечно посылает мяч в сетку. Но все-таки чемпионат Франции, будем честны, уступает всему составу ПСЖ. Мало команд могут побороться по персоналям. Ну и когда Месси заряжен, когда заряжен Мбаппе, тяжело. Тяжело что-то нам противопоставить. Педри. Мбаппе. Классный перевод мяча на Неймара. Неймар. Ну же, Мбаппе забить. Месси. Вот и третий мяч в воротах. Это Лео Месси. Здесь разыграли просто без какого-либо сопротивления. Оборона Рена уснула. Уснула. Это уже Неймар залетает в штрафную. Удар Неймара. Голкипер потащил. Так же, как и в полуфинальном матче. Сейчас все складывается под нашу диктовку. Команда окрылена победой в Лиге Чемпионов. И отдавать этот финал точно не намерено. Но и Рен, мне кажется, они уже все понимают. 3-0. Отыграть против такого заряженного ПСЖ это очень сложно. Но мы забили 3 за тайм. Почему бы не забить им? Ищут они кому бы сделать передачу. Удар поворотом. Но это будто, знаете, от безысходности. Здесь Донорума был полностью готов. Убирает мяч под себя. Бьет в дальний Месси. Какой гол? Это украшение, ребята. Украшение финала Кубка Франции. Мбаппе уступает место на поле Мауро Икарде. Это 4-0 в финале Кубка Франции. Это Месси. Он видит на фланге Неймара. Неймар, Вейналдум. Снова Неймар. На коротке разыгрываем. Месси, Неймар. Передача пяточкой на него. Мауро Икарде. 5-0. Надо было оставлять мяч себе и пытаться оформить, ребята. Еще один гол за Месси. Но здесь здорово разыграли. Все в одно касание. Мауро Икарде аккуратно посылает мяч в угол. Вот так вот 5 в полуфинале или 6, сколько там было. 5 уже забиваем в финале. Но и в чемпионате Франции нам нет, ребята, никакого сопротивления. Последняя минута. Донарума молодец. Сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Передача на Месси. И все, ребята. Звучит финальный свисток. Мы покуражились в финале. Мы забили 5 мячей. Мы, ребята, выигрываем Кубок Франции. Делаем требл в этом сезоне. Ну а уже в следующей серии мы с вами отправляемся на чемпионат мира. И, возможно, как раз пока идет чемпионат мира, Месси найдет себе новую команду. Какой она будет, я пока и сам не знаю. Вы поддержите видосик лайком. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу и на канал Трова. Ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ну а с вами был Локи. Увидимся. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok